Так, 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 смотри. Два года назад в сельском поселении Софинское было образовано акционерное общество «Русмолоко» подразделение «Пламя». В настоящее время на ферме содержится 400 голов крупного рогатого скота. При разведении молодняка применяются современные технологии. Телятки живут в отдельных домиках и прекрасно себя чувствуют. Чтобы теленок получил иммунитет. Иммунитет, которого у его мамы, может быть, не было, который рос в другой технологии. Здесь он получает закалку. Он здесь растет индивидуально, то есть он с другими телятами не соприкасается. И за счет климата и благоприятных обстановок получает именно тот иммунитет, который мы хотели бы получить. То есть вы хотите сказать, и зимой они здесь находятся? Да, самое главное, чтобы теленок вышел сюда сухим. Первый день жизни у теленка, то есть его организм устроен так, в какую он в среду попал, в такую ему будет благоприятно жить. Новое предприятие образовано на базе знаменитого «Зао «Пламя», история которого началась в 1967 году. Глава района поддержал сегодняшних руководителей, которые смогли сохранить производство. Сейчас здесь работает более 70 человек. Средняя заработная плата – около 30 тысяч рублей в месяц. Впечатление достаточно позитивное, поскольку здесь делается достаточно большой объем работ по восстановлению того хозяйства, которое осталось еще на наследство. На сегодняшний день руководство предприятия активно внедряет новые технологии, скажем так, и в кормление, и в содержание. Вот, например, как мне сегодня рассказали, вот эти вот маленькие телятки содержатся специально на улице, а не в помещении, для того, чтобы у них лучше вырабатывался иммунитет. То есть через два часа после рождения теленка он попадает, в общем-то, уже на улицу, вне зависимости от погоды. Это приносит свой, собственно говоря, эффект в будущее вот этих вот телят. Поэтому, конечно же, мы эту отрасль сельского хозяйства, естественно, будем поддерживать. Конечно, хотелось бы, чтобы она у нас развивалась, чтобы и надое росли. Сейчас вот мне сказали, что порядка около 19 литров с коровы вот здесь у нас надое. Но есть еще, как говорится, перспектива для того, чтобы расти. Ну и, в общем-то, будем надеяться, что это конкретное хозяйство будет развиваться и давать нам определенный, соответственно, экономический эффект. Перспектива есть всегда. Было бы желание. Справляюсь. Хватает силы, времени. Спасибо. Предприятие имеет именно молочное направление. Как решаете вопросы с реализацией молока? Сдаем нам молозавод, молоко. Это Раменское или другие районы Москвы? Москва. Москва. Да. Ну, хоть какая-то прибыль уже имеется от вашего производства? Конечно. То есть я цифры не буду озвучивать, но прибыль есть. То есть мы живем, развиваемся. Большая составляющая в животноводческом производстве – кормовая база. Рядом с фермой – полис кукурузы. Уже в конце недели ее уберут и отправят на силос. Посмотрим, что у нас получилось. Почти уже. Почти уже. Почти созрело. Я думаю, цифры 400. Кто-нибудь поступает? Суп? 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 И в том году. Ну, что да? Молочно, молочно. Молочно, да. Сейчас засветло. Конкретно под кукурузу 200 гектаров у нас засеянут кукурузы. Под травы однолетние и многолетние – порядка 500 гектаров земли. Из них 100 – однолетние, а остальные все – многолетние травы. Ну, вот год в этом году, особенно летом, был непростой. Дожди, дожди. Все-таки удалось сохранить кормовые культуры? Сохранить удалось. Ожидали лучшего. Ну, с кормами будем. Губернатор Подмосковья поставил задачу перед главами муниципалитетов о введении в оборот земель сельхозназначения. Значит, 2100 гектар мы что должны с ними сделать? Мы должны в этом году ввести в оборот. Правильно. Вот у нас уже, мы ввели 1207, и остается у нас, сколько там, в общем, у нас 720 остается, мы должны ввести сентябрь и до 15 ноября. Это общее по району? Общее по району. В подразделении пламя производство молока рассчитано на перспективу. Планку поставили получать от каждой коровы в год до 8 тысяч литров. Сергей Григорьев, Ольга Скрябина и Алексей Гущин. Для программы «Городские вести».